Ну, будем как бы позвободнее, чем на телеканалах. У нас общение, ну не совсем бытовое, но во всяком случае, достаточно понятное сегодняшнему пользователю, особенно сети. Алиса Крылова, миссис Мира, в шикарном платье от Вячеслава Зайцева. Привет всем! Это не просто платье. Это платье принесло мне победу на мировом конкурсе в Лос-Анджелесе. Именно в этом платье я выходила и представляла нашу страну с российским флагом в руках. Да? Как флажок нормальный был? Флаг, да, был высокий на флагштоке. Алиса, скажи, пожалуйста, вот ты, естественно, пользуешься ли интернета? Конечно. Безусловно, у тебя есть свои блоги, у тебя есть куча поклонников. А в реальной жизни, наверное, это можно было бы от них бегать, а в интернете как раз-таки нет. Хочется выслушать разные мнения, потому что всегда есть возможность, ну, соскочить сообщение, скажем, да? Да, так, выключиться и так далее и тому подобное. Да. Сейчас мы перейдем плавно к юбилею Вячеслава Михайловича, ну, просто вот я с интернета начал. Скажи, пожалуйста, вот насколько ты думаешь, ты была бы расстроена, если бы ты пришла домой, включила, а интернет не работает и ни одна сеть не работает? Ты чувствовала бы уже себя сегодня как без рук? Конечно. Без интернета вообще как без рук. У меня даже, я свой золотой вертой поменяла на айфон, чтобы у меня все время работал интернет. Без золотой вертой на айфон. Я все время теперь хожу и у меня дзинь-дзинь-дзинь-дзинь бесконечно, что приходится на ночь отключать его, потому что бесконечно что-то у меня приходит. То смс-ки, то какие-то комментарии на фейсбуке. Удобно, согласись. Да, конечно. Интернет это вообще будущее. Да, у меня есть очень стойкое желание попросить тебя обратиться просто к интернету со всеми вот вытекающими для твоей красоты фразами, со всей вот этой вот твоей красотой с динамикой. И просто познакомиться с интернетом, потому что это все будет уже сегодня ночью в сети в отличном качестве. Хорошо. Привет всем, дорогие друзья. Поздравляю вас с началом весны. Желаю счастья, мира, гармонии и благополучия. Я вас люблю. Вот сама миссис Мира вас любит, друзья мои. Так что смотрите внимательно. И, кстати, можно у нас так качество позволяет посчитать камушки. Ты знаешь, сколько у тебя камушков здесь? Это комплект, это все комплект. А сколько в общем? Много. Мне кажется, это тяжелое, да, достаточно такое, экипировочка такая у тебя. Ну, конечно, это три платья в одном. Сначала белое платье не ездили, потом второе платье, потом сверху и уже третье. Ну, красота требует жертв, это однозначно. Красота требует жертв, однозначно. Скажи, пожалуйста, Вячеслав Михайлович, каким образом он тебя заметил? Ты его заметила или он тебя все-таки? Будем честны перед интернетом. Будем честны. У нас была любовь с первого взгляда. Мы друг друга заметили и дружеская, конечно. И сейчас нас связывают очень теплые дружеские отношения. Помимо творчества мы еще и общаемся, дружим. И я очень рада, что Вячеслав Михайлович мой друг, понимаете? Потому что когда я была маленькой девочкой, сидела перед телевизором и смотрела показы великого кутюрье Вячеслава Михайловича, я даже себе представить не могла, что поеду на мировой конкурс в этом платье, и что буду с ним не только его любимой и ведущей моделью, а также еще буду с ним дружить. То есть мечты сбываются? Мечты сбываются. Реально. Да. Например, вот ты скажи, ребята, мечты сбываются. Ребята, мечты сбываются. Интернет. А мне знаешь, какой интересный вопрос к тебе? Ну так вот немножко пофристайлить. Ты можешь же с тобой? Я вижу, что ты нормально абсолютно относишься к интернету и к тем его жителям, кто живет там. Я в том числе, кстати. Вот смотри. И может быть есть какой-то вторичный смысл в том, что... Вот смотри, Вячеслав Зайцев, да? Ну мы убираем Вячеслав, убираем Михайлович, остается Зайцев. Ведь Зайц это единственное животное на сегодняшний день, известное в России, которое реально кардинально меняет шубку два раза в году. Думаю, что нет никакой взаимосвязи. Нет? Не находишь? Нет. Я просто, знаешь, уже стал, ну не циньком, но фамильярностью. Я просто схожу и думаю, почему люди, где такие фамилии? Вячеслав Михайлович, ассоциация слава, слава, величие. Вот так. Ну слава, я просто... Слава нашей страны. Это безусловно. Спасибо ему огромное за то, что он внес огромный вклад в историю не только российской моды, да, а также и мировой. Вселенской отныне. Вселенской. Потому что интернет это пространство вселенское, поэтому все это перемещается туда. Ну и, наконец, такой традиционный, наверное, ну для телевидения не традиционный, а для интернет традиционный вопрос. В целом, скажи мне, сколько просмотров ты, ну вот, как бы считаешь же, все равно смотришь, да, мониторишь ситуацию, сколько людей обратились, ну, например, к каким-нибудь видео, в которых ты присутствуешь, к каким-то твоим... Ой, очень много. У меня каждый день появляется в Facebook по новым, там, 100-200 друзей, понимаете? И это также происходит на... у меня аккаунт есть только в Facebook и Twitter, потому что я есть везде, но на самом деле официально я только на Facebook и в Twitter. Вот так вот, друзья. Да. На моем официальном сайте, кстати, это написано. И я даже не знаю, что пишут те люди, которые выдают меня, себя за меня. И меня за себя. Даже боюсь подумать об этом. Но вот на официальных моих страницах пишут только хорошие. Не, ну, писать-то можно все, что угодно, просто, понимаешь, это же легче всего оскорбить человека в интернете. У меня много было оскорблений в качестве канала, в качестве того, что мы тупые, как пробки, и что мы мешаем... То есть у людей традиционное представление о телевидении, понимаешь, оно ломается в интернете. Ведь в интернет... Ты когда, ну, не дай бог, там, грубо говоря, за... Ну, почему не дай бог? Ну, вот за пробками, поискать пробки, да, за всякими там рецептами от лекарств и так далее. Ты же лезешь в интернет, а не в телевизор, правильно? Да, конечно. Я все в интернете покупаю. И могу сказать, что без интернета вообще никуда. Когда есть интернет, можно взять автомобиль без навигации и доехать по козу. По iPhone. И потеряться. Хорошая экономия. Хорошо потеряться можно. Но в интернете сильно не потеряешься, если ты привязан там сетями, потому что тебе все время нужно мониторить, что ты там сделала, кто тебе там что-то написал. На самом деле, я уже потерял свои вопросы, наверное, мы знаем, время краду уже. Да, я пожил, это, по-моему, уже там не получилось. Спасибо тебе большое. Спасибо. Очень приятно разговаривать с красотой, друзья мои. Я вам больше того скажу, я даже теряюсь. Красота, друзья мои, она хороша по-всякому. Обратите внимание, что смена декораций никак не повлияла на блеск в этих глазах. Спасибо тебе большое. Это тебе большое спасибо. Ты будешь бабушка. Это вам спасибо. Это из серии того, что у женщины должно быть в жизни несколько платьев. Я слышал историю интересную по поводу того, что каждое платье у женщины... Я слышала, что у женщины должно быть как минимум 100 платьев. А, вот так вот, да? Не про эту историю ты говоришь. Про любимые платья, то есть платья, в которых она первый раз встречалась. А у меня все любимые, все 100. У тебя 100 платьев? Да. Давай поговорим об этом. Тогда мы поговорим об этом. Ну, я же королева. Ты королева, и у королевы должен быть свой любимый цвет. Есть ли у тебя такой цвет? Да, красный. Ах, как я сразу не додумался, что именно красный цвет у тебя должен быть любимым? Красный, белый и черный. То есть ты... Синий. Много. А, то есть ты по монохрому так. Слушай, а у тебя есть вот цветные платья, естественно, есть? Конечно же. Вот лето. Представь себе лето. Пляж. Да. Где все ходят, в общем-то... Бикини. Бес платьев. Да. Вот если бы тебе надо было кого-то удивить, не прибегая к помощи еще чего-нибудь, какого-нибудь аксессуара. Вот как бы ты вот решил этот вопрос? Я бы сняла очки. Слушай, я неожиданный вопрос был и неожиданный ответ для меня. Скажи мне, пожалуйста, а вот у нас почему-то так вот... Ну, наверное, это правильно. Все, вся красота сводится к программе. Можно чай пить? Спокойной ночи, малыши, подожди. Я просто хотел попросить тебя про это, вентилировать этот вопрос. Слушай, вся красота у нас в итоге перетекает в спокойной ночи, малыши, передачу. Знаешь, да? Бывает такое. Скажи, пожалуйста, у тебя есть... И такое тоже. И такое тоже бывает. Ну, там, Ангелина Михайловна Фовк, там, т-т-т-т, т-т-т, в конце концов, Федорова тоже, а там... Ты какую бы программу с удовольствием вела бы? Я думаю, что я бы вела программу под названием Камильфо. Вот как? О стиле жизни. Да. О модный приговор. Тоже хорошая программа. Особенно, когда ее вел Вячеслав Михайлович. Ты могла бы порубить там народ в дребезги? Я бы могла посоветовать им. Ну, то есть, вот, посоветовать, понятно, надеть. А, например... Ну, ты же знаешь, не надо никого оскорблять, потому что многие люди приехали из деревень и вообще не разбираются в моде. Что у них? Одни глянцевые журналы – это Hello и OK? Ты знаешь, глянцевый журнал «Ок» в сортире в Деменском. Вот просто представьте, это интернет. Ну, мы шутим, конечно. А вот «Мир животных»? Хорошая программа. Люблю животных, особенно ежиков. Я знаю несколько анекдотов, но это после эфира. Ну, и, наконец, из музыкальных программ. Какой бы ты, ну, если ты какие-нибудь музыкальные знаешь, среди там двухсот музыкальных каналов, которые у нас... На культуре, классическая музыка. Вот тебе бы очень подошло. Да, я люблю это. А еще я бы именно своим участием сделал программу «В гостях у сказки». «В гостях у сказки» с Алисой Крыловой. Спасибо. Спасибо. Спасибо.